привет друзья добро пожаловать на канал и мы продолжаем играть в игру tsw train sim world и нам остался заключительный сценарий лед и снег мы уже все сценарии остальные прошли так что остался самый длинный судя по вот этой цифры сценарий так что начнем не смог я дождаться пока выпустят обновление 3.5 на так скажем на официальную версию игры официальный клиент поэтому я пошел и установил себе тест клиент и тут должны работать теперь все эти исправления которые они добавили в 3.0 3.5 ну сейчас будем посмотреть что из этого получилось прикольно зимой интересно какие-нибудь обледенелые пути будут так сегодня вы работаете со смешанным грузовым поездом под номером q359 увидимся в кабине да не вопрос это тут что-то 38 мим проезжал так вот и наши локомотив чеки ого четыре штуки прикольно ну на сороковом поедем sd-40 нам обещали поправить шланги глючит не будут кое-какие звуки должны были поправить самое главное должны были оптимизацию поправить ну как не полностью конечно но обещали проработать составы они не должны теперь так серьезно прогружаться так включаем освещение включаем подсветку включаем фары так автоматику мы отпускаем два зеленых свистка вверх так рукоятка назад а так нам сейчас надо и так понимаю подцепиться соответственно нам надо так вот эта стрелка вам точно пригодится это тоже так ну что трогаемся готов прокоп да конечно на тормозах сложно трогаться ну вроде по ощущениям стало более менее плавно но все равно чуть-чуть картинка конечно подергивается но все белого класс локомотивы тоже белые все здорово ну снег тоже прикольно жалко видимость к сожалению не такая большая туман такой стоит по идее должен снег идти из такой туман так по кабине а так они должны были до поправить вот эти вот циферки на вот этих электронных табло они должны были еще на 44 вот эти два монитора поправить их было видно хорошо так да прицепить нам надо состав стоящий там так заезжаем за эту стрелку начинаем торможился но кстати баг бага с переключением клавиатуры так и остался то есть для того чтобы работали кнопки по торможению нужно зайти на русской раскладке в игру по-другому не работат а подождите не то не доехали мы немного следующие ну да им еще над игрой конечно работать и работать тут еще делов то полно ну хорошо что хоть работают хотя с другой стороны они не могут над ней не работать потому что за именно вот этим движком и именно это игрой будет будущее игры трейн симулятор да и как же они будут там пилить добавление дополнение точнее как же будут мододелы пилить моды если тут физика еще не очень хорошо работала ну обещали починят они нам все это хозяйство я думаю а сейчас займемся тут же разогнался ага так стоп с этими стрелками вечно вот со стрелками им надо как-то чтоб они переключались вот в этом режиме а то непонятно включил ты переключил ты не переключил хрен его знает что-то зима зима а где сосульки хотя бы ледяные это понятно сидит прокоп ты что ли молчит как всегда иначе точно прокол ну по кабине по идее больше ничего добавлено и изменено не было все SD40-2 слушайте ну вот мне кажется стало постабильнее стал клиент работать таких прям жутких лагов не было как вот раньше о цистерны потащим прикольно цистерны а у нас сборный же состав сборку потащим так тысячу раз открыть закрыть кстати не знаю они писали что они починили получение ачивок но не факт что они работают на тестовом клиенте не факт давай разгоняемся в принципе знаем мы уже что превышение ни на что вообще никак не влияет можно здесь и на красный и что хочешь делать можно пока такого такого жесткого ограничения жестких штрафных баллов там какой-нибудь не знаю там дебаф на что-нибудь тут пока этого нету так у нас ага тут самая непонятная стрелка там вот так нам надо да зима ой красота какая деревья в снегу ну единственное немного обламывает то что не видно ни хренашеньки вот это вот конечно ну с другой стороны зима хотя где снег тогда есть такой туман устанавливаем нашу плеяду локомотивов так переводим стрелкманы где-то 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 так вот эту точно переводим и вот эту точно вот это вот самая непонятная стрелка в игре вообще непонятно куда она переводит я просто сейчас видел что она налево у нее переведено так все погнали так назад назад едем что-то они еще должны были сделать со светом как-то должен был измениться свет у локомотивов не написали что конкретно но что-то они поменяли но сделаем такое коротенькое видео по ночной поездке прям в кромешной темноте вот посмотрим я приблизительно помню как должен выглядеть должно выглядеть освещение вот в предыдущей итерации соответственно ну этот сначала сценарий пройдем потом сделаю может быть маленький гайд по тому как заводить эти локомотивы три локомотива с холодного старта и заодно как раз покажу ночной маршрут там уже не сценарий там просто маршрут такой ну как скажем по расписанию я уже по моему говорил об этом то есть чистая езда по расписанию то есть ты садишься в состав и поехал так сцепились полная служебная и держим независимый на отпуске стравливаем воздух так воздух то мы стравили почему он у нас не хочет качать а ну правильно уже стоим на автомате вот я чудо так ждем давай 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 ага ну сейчас день до 79 дойдет просто мы сейчас не тронемся тогда если пока воздух не накачан точнее мы тронемся но мы далеко не уедем так давай 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 качай ну давайте попробуем вызываем камберленд готовы отправиться из камберленда прием так у 359 отправляйтесь следуйте до wide dock junction по сигналам прием да не вопрос так разрешили отправление следуем до wide dock junction такс ну что начнем движение сейчас нас откинет назад как только расцвет давай эх пропустил я момент чуть-чуть у нас обратно как пружина так поехали блин все время отключают сейчас давай да давай-давай-давай-давай-давай ну вроде воздух накачан все накачано чё проблема лук назад его прям почему не могу стронуть с места о поехал то и купщик вот он на место возвращается давай пошел чё за бак то ничего не понимаю чё за фейл то почему что это было поехал ерунда какая-то ох ладно разберемся потом как-нибудь да может быть бак какой-то да тогда у меня было вообще не мог сдвинуть вот в свободной езде вообще ни один состав не мог сдвинуть где-то все вот прокоп виноват пьяный что прокоп ну точно он болтает человек жмет там все подряд ну-ка руки на пояс и не трогать ничего дает а дает а так отправились ну в снегу все смотрится так совсем да по-другому как-то прикольно прикольно так что раздвиняемся вот так опять ну куда ты поехал о быстро стал переключаться нет что то они прям однозначно подделали ну все равно немножко конечно подлагивает ладно что ж мы мы люди терпеливые подождем поправят может у меня будет возможность может проц по-моему мощнее купить не знаю потому что видюхи кажется должно хватать по идее проц конечно староват но по-моему едем травим помаленечку ну подстанцию да непривычно все видеть в белом цвете конечно ну как бы это не надоело быстро три часа ездить зная еще и то что три часа тремя часами здесь точно не обойдется ну ничего у породы печечка у нас тут работает подождите да можно не ну кондиционер то нам не нужно вот печка так потеплее сделаем вот слабый обогрев отлично интересно на что это повлияет и не появится а может просто окна закрыть не не простудишься то так что то надо побыстрее какая белосость появилась а ну может это от снега а у нас подъем я понял а сейчас здесь будем постоянно в гору сейчас там опять останавливаться 5 хрен тронемся потом вот на второй перед нет разгоняется по моему тормозилками уравняем о где же мы тормоза не сожгем так что спокойно пользуемся этим лайфхаком городишка не вот пейзажи конечно тут прикольно солнце отлично сделано все здорово да и вообще все класс тем более вон не на работу над ошибками делают это причем очень даже приятно что они причем был патч 3.0 потом они видимо что-то поменяли что-то там не понравилось комьюнити они поставили патч 3.5 довольно быстро работает игре всего сколько пар недель нет 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 так переходим на уже главный путь постепенно не ну город явно меньше лагает эти сказал я и тут же все пролагала да город так более-менее плавно так сейчас нам надо будет остановиться видимо перед выходом на наш правильный путь понравился мне вот этот худ сверху справа где показывается ограничение сигнала светофора довольно удобно без этих вот маркеров на путях так что нормуль почему сбрасываешь так а полпроцента уклон с ним забываю давай 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 дым почему-то идет только у первого а об второго начинаем подтормаживать давай 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 там красный да стоять так запрашиваем разрешение на занятие перегона ну как всегда по сигналу светофора так машинист сообщает о непростых условиях будьте осторожны в пути интересно что это за необычные условия отправляемся по сигналам светофоров спасибо конец связи на самом деле он сказал просто out конец спасибо конец связи что-то так ну что опускаем качаем ой что это началось поезд так 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 давай качаем оп все накачали ну что пробовать тронуться надо ну давайте попробуем почему только два локомотива работают тоже подглючивает должны все четыре работать так по стрелочкам по стрелочкам пятнашка тут двадцатка что там слева у нас камберленд терминал камберленд терминал так переходим на правильный путь машинок не добавили не все те же два с половиной калеке интересно что за сложные погодные условия снег небось пойдет сто процентов хотя с другой стороны на прохождение всего маршрута нам тогда понадобилось сколько два часа больше два с половиной то есть от точки до точки вот до угольного того разреза а тут три часа значит что то нас ждет какое то препятствие в пути ну скорее всего ну первую часть пути мы сейчас довольно быстро преодолеем тут там полтинник уже как вот через перевальчик проедем через ущелье там будет полтинник ограничений пойдем уже до до верха карты получается у нас маршрут знакомый но конечно в зиму мы его не ездили это единственный сценарий странно почему нет сценария с полной ночью там был по моему один сценарий какой то где мы вечером подъезжали такая был сумерки такие уже были но чтоб ночью туда проверял когда прокатился на ночном этом ну как прокатился там пять минут попробовал проехать конечно впечатление прикольное но на первом этапе поскольку фонарь светит тупо вперед дальность небольшая то есть кругом ночь ничего не видно просто получается как можно смотреть только вперед ну красиво очень горят конечно подножки подсветки тележек у поезда это прикольно ну все равно это опять же таки два часа сидеть в одну точку смотреть вперед поскольку больше ничего не видно вообще там реальная ночь вот уже набираем нормуль тридцаточка ах надо было вот так солнце не влезает ну вот нормально пойдете как говорится с пивком потянет так ну что еще можно побыстрее наваливаем а че река то не замерзла ну тоже вон цвет изменен продолжает работать только один локомотив как интересно здесь первые два не крутится три крутится а развернул же развернута понятно так сильно разгоняться не будем ну уж если едем сюжетку грубо говоря так будем соблюдать какие-то приличия то можно да сейчас спаять восьмую передачу сейчас быстро доедем ну что то опять сейчас надо сбалансировать вот тормоза отпускаю тут же набирает 7 процентов даю независимым тут же по о вот такой же брат тоже четыре локомотивы и составной груз идет кстати я не заметил пролага действительно при появлении поезда не было какой то небольшой глючок был но это не пролаг прям и Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольно... Классно... Как закончим с этим видео... Такой небольшой анонсик дам... Ну я уже говорил... Когда-то там в предыдущих видосиках... Хочу поснимать... Трейд симулятор... Семнадцатый... И хочу... Поснимать там... Есть прикольные маршруты разные... Прикольные сценарии... Не буду сейчас... Распространяться... Но есть... У меня есть небольшая подборочка сценариев прикольных... То есть необычных, так скажем... То есть не просто там езда на... В каких-то там тепловозах, электровозах, там скоростных... Хотя там есть прикольный один тоже... Такой... Ну... Сценарий, да... Можно так назвать... Ну... В общем... Сделаем рубрику... Необычные маршруты... В трейд симуляторе в семнадцатом... Потому что, ну, по обычным маршрутам... Там, в принципе, очень много всяких есть видосов... Много народу снимает... Очень популярная игрушка... Так что... Там есть где посмотреть... А вот именно интересный... Чтобы был сборник интересных маршрутов... Именно... Прикольных... Такого я еще не видел... Сам искал эти маршруты... Сам лазил по всем этим мододельням... Так что... Должно быть интересно... Ну, мне самому... В первую очередь... Тоже интересно... Поэтому... Я-то в любом случае поиграю... Заодно запишу... Механик мне тоже... Тренинс механик симулятор... Тоже понравился... Тоже поиграю по окамести... Так что еще... Много чего будет на канале... Подписывайтесь... Думаю развивать... Потом не только трейнс будет... У меня тут еще... Дружище мой... Ну... Из... Эклипс фэмили... Тоже... Зовет меня в спинтайрс... Погонять... Не знаю... Созрею я... Говнище там помесить... Ну посмотрим... В общем... Так-так-так-так-так-так-так-так... Куда гоним-то? Куда гоним-то? Ну... Честно говоря... Честно говоря... Производительность... Ну да... Стало получше... Но не прям вах... То есть... Эффекта вау нету никакого... Блин... Ну смотрится... Конечно... Все очень красиво... Все эти шпалы разбросанные... Рельсы... Горы... Кстати... Вот здесь... 3D-деревья... А вот... Например... В трейнс-симуляторе... В 17-м... Они знаете... Как интересно... Вышли из положения... Чтобы не делать 3D-деревья... Они у них плоские... И они... Поворачиваются... Вот... Например... Ты едешь... Да... И дерево... Как бы... Поворачивается... К тебе... Вот этой плоской стороной... Не ребром... А именно... Плоскостью... И ты когда проезжаешь... Ты не замечаешь... Что оно не 3D... Ну как бы... Прикольный такой... Ход... О... Сугробы лежат... Что ли... Да... Похоже... Да... Сугробы лежат... Смотрите-ка... Еще было бы здорово... Поездить на... О... Полтинничек... Ну вперед... Ребята... Еще было бы здорово... Поездить на снегоуборочном... Комбайне вот этом... Который железнодорожный... Тоже было бы классно... Ну... Наверняка здесь тоже будут... Какие-нибудь необычные маршруты... С необычными поездами... Эту игру однозначно забрасывать не будем... Так что... Как будут появляться какие-то новые моды... Будем походить... Играть... К сожалению... Кооператива нету... Не в семнадцатом... Не в этом... Кооперативной игры не предусматривается... Есть по-моему... Кооператив на... То ли двенадцатый... То ли пятнадцатый год... Симулятор Трейн... Но там тоже... Все... Почему-то не пойму... Постоянно отключается... Грубо говоря... Мышка... То есть... Постоянно приходится на левую кнопку мыши сжать... Чтобы... Поворачивать камеру... Какой-то... Бак... До этого не было такого... Да... Странно... Так вот... По поводу... Мультиплеера... Там... Тоже все... Так лагает... Нужны какие-то моды... Там все очень сложно... На самом деле... Мультиплеер можно будет поиграть... Когда он официальный выйдет... Потому что официального мультиплеера нету... Все что ребята там играют... Мультиплеер... Вот... Трейн симулятор... Это все... Модами сделано... Это все умельцы... Ну... Насколько я понимаю... Вот сами... Там сами понимаете... То что неофициальное... Там все это... Нет... Есть вполне... Неплохие моды... Ну... Опять же таки... Ну... Еще там есть... Некоторые проблемы с ожиданиями... То есть... Там сидишь... Ждешь... Там... Часами... Налаживаешься... Кого-то выкидывает... В общем... Уф... Ну... Нормально... Полтинничек... Идем... Ну... Очень неплохо... Да... Довольно шустро... Посмотрим... Какой у нас состав... Двадцать... Кстати... Только сейчас... Обратил внимание... Видите... Горит... У нас... Остановиться в указанном месте... Двадцать пять миль... Ну... Правильно... Через всю карту надо проехать... А... Вот... Кстати... Вам и расстояние получается... От... Камберленда... До... Куда... Двадцать пять миль... Протяженность всей этой карты... О... Снег что ли пошел... Точно... О... Опять отключилась камера... Точно... И тишина... Супер... Так... А здесь снег не видно... А... Нет... Видно... Да... Реально... Пошел снег... Да... Погодные условия... Здесь конечно... Прикольно... Вот... Смена дня ночи... Погодные условия... Здесь конечно... Все это сделано на высоте... Ну... Это мне прям... Доставляет... Прям... Доставляет... Неимоверно... Ну... Я теперь понимаю... Почему... О... Заляпывается стекло... Ух ты... Ну-ка... Ха-ха-ха... Прикольно... Как будто стреляет... Как будто пули... Из пневматики... То есть это что... Это если мы сейчас... Причем на боковое окно... Липнет больше чем на... Ветровое... Так... Сейчас секунду... Давайте посмотрим... 25... Миль... Да... Это до... Прямо до самого... И то... У нас вот здесь... По-моему... Шахта... Это вот до сих пор... Хочу еще вот сюда съездить... Тоже... Здесь то мы были... Мы здесь углем... Заправлялись... И вот сюда хочу съездить... В будущем... Наверное... Будут конечно... Какие-то маршруты... По этому поводу... Не понимаю почему... У нас будет... Три часа... Чего они спланировали... Если мы будем ехать в нормальном режиме... То это два с половиной часа... Это... По... Уже нашему времени... По реальному... Не потому как они пишут два часа... И то два часа это с остановкой посередине... В этом... Как он называется там... Забыл я... Вот... Ну посередний маршрут там... Обычно там останавливают всех... А тут мы будем идти без остановок... И... Неужели на такое... Время растет... Значит сто процентов... Где-то будет какая-то засада... Ну посмотрим... Так... По щёточкам... Вот... Вот... Здесь щёточки классно работают... Вот... В такой момент должно быть... Туман должен быть... А не тот... Без снега там... Туман... Не интересно... Такого не должно быть... Зимой же вообще... Видимость может быть... Далёкая-предалёкая... Так... Почему мы... Не понял... А у нас... Так... Тормозилки все... Всё отключены... Мы на седьмой передаче идём... Всего 0,6%... Что-то мне кажется... Я постепенно начинаю догонять... Как они нам... Испортят жизнь... Вы уже догадались? Сейчас уклон у нас... Всего лишь 0,6%... А уже седьмая передача... И локомотив не тянет... Не... Ну сейчас конечно по чуть-чуть придётся подтормозить... А сейчас будет 1,5... 1,7... Мы там вообще на седьмой передаче скатимся... До двадцатки... Нифигашеньки не видать... Да... Не... Ну прикольно... Давайте в Зациперов... Давайте в Зациперов... На чём поедем... На цисцерне... Или на открытом... А можно вообще вот... Для зерна наверное... Ну подальше... Ну вот так нормуль... Ну вот так нормуль... Ну вот так нормуль... Ну давайте на зерне поедем... О! Не... Оптимизация есть... Однозначно... Что-то они оптимизируют... Сто пудово... Потому что в принципе... Ну неплохо... Так... Мы где вообще? Тут по-моему населённый пункт... Хотя нет... Полтинник вон везде... Ну идём тогда... Дистанс... Фид... Какой это дистанс... Акцелерейшн... Ускорение... Непонятно... А... А... Это он показывает... Ускорение... Торможения... Что ли? ну да мы сейчас приблизительно одинаково идем ускорение торможения pressure pressure это я знаю давление ну да у нас видите сейчас а сейчас будем проверять сейчас уклон еще вырастет и будем смотреть ускорение это или что это по идее сейчас должно быть замедление больше чем ускорение потому что растет угол да точно это все понятно показывает ускорение и замедление вот видите у нас сейчас больше минус чем плюс и у у нас скорость потихонечку потихонечку падает видите слушайте а прикольно опять вот мышка так вот сейчас должно больше быть ускорение сейчас отпущу тормоз нет вообще пошло ускорение все понятно все ясно давление тормозной 88 до сколько тут до приблизительно 88 все понятно это бортовой компьютер просто напросто что тут нажать чуть можно экстренная ел т.д. что такое ел т.д. экстренная при чем не просто так экстренную елочкин кот а что же право фрил то ебёночь извиняюсь ребята сбрасываю только давай вот не будем останавливаться минус 96 ну только вот не надо вот этого елый павел перепугался все давай пошло дело сейчас попробовал воспользоваться в комментариях там писали что можно тормозить автоматическим тормозом полным вот этим вот он все-таки мощнее чем независимый может тормозить на нейтралке реверсивной рукоятки тогда давление так сильно падать не будет но вот кстати очень похоже что именно так и случилось потому что раньше после такого полного полного торможения потом приходилось стоять долго качать воздух хотя вот сейчас тоже вот полтора процента а скорость у нас на пятой на пятом положении добрались мы до серпантина ну соответственно лан друзья я думаю на этом мы будем потихонечку заканчивать серпантин мы уже пройдем с вами в следующем видео а то мы уже час где-то снимаем вот давайте друзья подписывайтесь ставьте лайки и до следующих видео я думаю скоро времени я выложу уже будет у нас где-то три части наверно может быть и за две уложимся ладненько всем пока